История новогодней игрушки уходит в советское прошлое. До 30-х годов они были незаменимым атрибутом новогодних праздников. Однако в 1929 году был издан декрет Совнаркома, отменяющий все праздники, кроме 7 ноября и 1 мая. С прилавков магазинов исчезли ёлки и ёлочные украшения. Мораторий на празднование Нового года отменили в 1935 году. С этого момента ёлочные украшения набирали популярность. В Нинецкой центральной библиотеке на выставке ёлкиные игрушки можно посмотреть, как украшали ёлки наши бабушки и дедушки. Самые интересные, я считаю, игрушки, которые были сделаны полностью вручную. То есть это не штамповка, не конвейер, а человек сидел и делал одну игрушку. Это игрушки в основном до 60-х годов. Большая часть экспозиции – это игрушки, сделанные уже в 70-х, 80-х годах. Но есть несколько экземпляров, произведённых в 50-х и даже 40-х. Например, красный воздушный шар. Когда она попала в руки библиотекарей, они долго гадали, что это. Позднее информацию о ней нашли уже в энциклопедиях. Вот этот красный воздушный шар, мы держали его вот таким образом. Не могли понять, что. Но это вот так. Вот она немножко сломана, но со временем, естественно. Это игрушка 40-х, 50-х годов, ручная работа полностью. Собирали экспозицию новогодних игрушек более года. Какие-то экземпляры нашли сами сотрудники библиотеки, что-то принесли читатели. Во время проведения выставки и рассказов для школьников выяснилось, что во многих домах на Ренмарцев бережно хранятся старые ёлочные украшения. У меня была игрушка от прапрабабушки. Она мне была очень дорога. Сначала переходила к моей прапрабабушке, потом к бабушке, потом к маме. И она перешла ко мне. Она такая шишечка стеклянная, такая золотистая. Но, конечно, с неё уже всё опало. Современные игрушки в основном сделаны из пластика. В советские годы украшения для ёлки делали из стекла, ваты, картона, фольги. В далёком 1937 году Наркомпрос выпускает пособие под названием «Ёлка в детском саду», где подробно описано, какие ёлочные игрушки и в каком порядке следует вешать на ёлку. Сейчас нас никто не ограничивает. Несколько лет назад появилась мода украшать новогоднюю красавицу в цвета российского триколора. Ценятся и самодельные игрушки. Сделать ёлочную игрушку можно и своими руками. Сегодня нам в этом поможет Екатерина Тарасова. Екатерина, что мы сегодня будем делать? Мы будем делать мишку, которая может быть не только сувениром, но и ёлочная игрушка, если подвесить к нему верёвочку. Рекомендую делать игрушки ёлочные из фетра, потому что это и с детьми просто, и потому что фетр не осыпается. Ну вот у меня получилась такая замечательная игрушка, которую сделать довольно легко и быстро. И она обязательно станет хорошим украшением для вашей ёлки. Как украсить новогоднюю ель зависит только от вас. Но она непременно подарит всем окружающим праздничное настроение и ожидание чуда в новогоднюю ночь.